Жители поселка Альбурикент могут стать жертвой масштабного схода оползня. Более 16 жилых домов местности пострадали во время произошедшего в мае землетрясения. Со временем ширина трещин только растет, утверждают местные жители. Почему это происходит и как быть, напуганные жители пытались узнать у местной власти и геологов. На месте событий побывала и наша съемочная группа Луиза Раджабова. Продолжение темы. В этом доме Гусан Абдулаев со своей семьей прожил 18 лет. Теперь он выглядит так. Помимо отсутствия фасада, на участке трещины разных размеров. Глубина самой крупной из них – 18 метров. Вот уже несколько месяцев мужчина берет арматуру и проверяет глубину расколов в его дворе. Мы только отошли, к гостям, туда переезжаем, она упала, стена упала, уже падала, уже невозможно было его остановить. Я уже нашел, что, которая отошла, я убрал этот кирпич тоже, и начали копать фундамент. У нас в фундамент и дошел, а там внизу нашел щель, чем такая щель, тоже невозможно было жить там. Жизнь с 16 семей резко изменилась после произошедшего в мае этого года землетрясения в 5 баллов. Оно и способствовало движению грунтовых вод, из-за которых и образуются трещины. Их протяженность более 300 метров. По ним идет вода. Она и отталкивает слой земли. Пола отошел, стены отошли. Нам говорится, что здесь не живите, а где жить нам, место никто не показывает. Говорят, это опасно, живут на улице что ли. Маленький ребенок есть просто, несовершеннолетний ребенок есть просто. Никому до этого дела нет. Переходят, посмотрят, а здесь есть, да просто любопытство. Переходят, посмотрят, уходят. А что? И посмотрят, какие трещины. Вот с той стороны, с этой стороны. Каждую ночь, какого-то чего-то револьт. Просто такие это есть, просто они уходят. Вот, видите, где-то 20 лет здесь, кому надо? Я. И специально сделала просто здесь, и что. Вот, и видите, уже сантиметр, оно увеличилось. Вот это, это уже упало. И если я насильно просто поставил, люди по сантиметру уходят от нас. Примечательно то, что прямо под склоном, на котором и построены дома, расположено водохранилище. Если часть горы вместе с домами сойдет вниз, первая под удар попадет именно эта установка. А затем дорога по проспекту Акушинского. На фото красными линиями обозначены трещины, которые проходят сквозь дома. Чтобы узнать, откуда вода берет начало и хоть как-то решить вопрос, жители своими силами привлекли технику. Сзади нас находится водоканал. Городской водоканал может остаться без воды, если вот эта наша земля упадет или оплазно будет на территорию водоканала. Мы уже более трех месяцев, еще не больше, бегаем по кабинетам, узнавать, что тут происходит. Никакой помощи абсолютно нет. Обещают, приходят, смотрят, но толку еще нет. Причиной сходов, по словам экспертов, стало интенсивное освоение земли и подрезка склона при строительстве автодорог без учета инженерно-геологических условий. Вероятность развития оползней на участке оценивается как высокая. По сейсмичности территория относится к категории весьма опасная и оценивается в 9 баллов. Главный вопрос жителей – что делать и к кому обращаться. Местная власть и геологи неоднократно приезжали к пострадавшим. Отмечали, что угроза действительно есть. Однако для безопасности людей так ничего и не сделано. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.